Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я Виктория Громашова. Приветствую вас! Официальной столицей вампиров в Трансильвании является замок Бран, расположенный недалеко от города Брашева. Замок находится на границе двух румынских княжеств – Валахии и Трансильвании. Рассказы о вампирах всегда будоражили воображение людей и наводили страх. Настало время вспомнить о графе Дракуле. Овеянный легендами, средневековый замок Бран ежегодно привлекает тысячи туристов. Суровая красота замка сыграла с ним злую шутку. Туристы зовут его замком вампира и охотно запасаются на рынке миниатюрными осиновыми колышками и чесноком, прежде чем попасть сюда. Замок Бран известен туристам как замок графа Дракула. Писатель Стокер избрал местом действия своего романа «Трансильвании» и что якобы здесь жил сам вампир Дракула. Но что было на самом деле, я вам сейчас расскажу. На самом деле этот замок никогда не принадлежал ставшему прообразом Дракулы князю Владу Цепишу и не был местом его жительства. Князь лишь несколько раз ночевал в замке, а в его округе любил охотиться. Влад Цепиш унаследовал имя Дракула от своего отца, который состоял в благородном рыцарском ордене дракона. А прославился юный Дракула тем, что в возрасте 25 лет возглавил румынское княжество Валахию и успешно противостоял османским нападкам. Но человек он был и впрямь жестокий. Казнил своих врагов, сажая их на кол. За это его в народе прозвали Влад Кол. По преданиям он любил во время обеда наблюдать за тем, как мучительно умирает человек, посаженный на кол. Пресловутый кол – единственная деталь, которая роднит реального Влада Цепиша с вымышленным вампиром. Замок Бран был возведен на скале в 14-м столетии и использовался в качестве оборонительного сооружения и таможни. В 1920 году городской совет Брашева подарил его румынской королеве Марии, мать которой, кстати, была русской княгиней. Венциносная Мария приняла самое живое участие в восстановлении замка и сделала его своей летней резиденцией. Замок был отреставрирован. Сегодня многочисленные туристы стремятся осмотреть все 17 комнат этого сооружения. Пройтись по узкой, потайной лестнице, которая есть в каждом замке и которую не так просто найти. Лестница выходит в библиотеку, где хранятся исторические книги. Всех без исключения привлекает покой королевы Марии и короля Фердинанда. В замке хранятся фотографии дочери королевы, румынской принцессы Ильиан. Она получила брант по наследству, но в 50-е годы уехала в США и через 17 лет ушла в монастырь, стала настоятельницей и была известна как сестра Александра. В наше время в замке постоянно проходят различные мероприятия, например, Международный фестиваль танца и музыки, где принимают участие исполнители из соседних стран. Обязательно поднимитесь на самый верх надзорной башни, теперь это смотровая площадка. В хорошую погоду отсюда видны окрестности до 30 километров. Это излюбленное место туристов, где можно сделать хорошие снимки на память. Являясь неотъемлемой частью всех туров, связанных с Дракулой, сегодня замок Бран стал самым важным центром туристического бизнеса Румынии. Дворянские семьи Румынии всегда содействовали развитию строительства светских памятников. По всей территории страны расположено множество дворцов и средневековых замков, которые могут посетить туристы в наши дни. Замок Пелиш расположен в живописном месте Карпат, недалеко от города Синая в Румынии. Замок был построен более 200 лет назад в стиле неоренессанса. В настоящее время это сооружение является историческим памятником Румынии. Давайте сейчас вместе со мной отправимся в один из красивейших замков Европы. Когда-то Бучешский массив в Южных Карпатах слыл местом диким. Не всякий решался пуститься в путь по княжеской дороге, горной тропе, петляющей среди скал вдоль реки Пелиш. Более 100 лет назад опасную дорогу сменило шоссе. Местность стали обустраивать и назвали Синая. Сегодня Синая – известный горный курорт Румынии. Такому повороту городок обязан королю Каролю Первому. Объезжая свое владение, он был очарован красотой этих мест и велел построить здесь замок. Замок Пелиш – бывшая резиденция королевской семьи Румынии. Это самый современный замок в Европе, который построен в конце 19-го столетия. Кстати, королевская семья уехала отсюда лишь в 1947 году. Замок был воздвигнут на собственные средства короля. Лучшие архитекторы, скульпторы, мастера интерьера из разных концов Европы трудились здесь. Сооружение построено из дерева, мрамора, камня и кирпича в немецком стиле с элементами итальянского и английского ренессанса, барокко, рококо и других стилей. Но это еще не все. Замок Пелиш стал первым зданием в Европе и вторым в мире, где был установлен лифт. Здесь с самого начала было сделано центральное отопление и раздвижной потолок для вентиляции. Все это до сих пор действует. Замок имеет центральную башню с часами, высотой 66 метров и включает 160 комнат. Его величественность подчеркивают сады с многочисленными статуями и весенними фонтанами. Статуя короля Карла I сурово взирает на свое владение из-под козырька военной фуражки. Кстати, монарх всегда принимал гостей стоя и при рукопожатии подавал лишь два пальца, дабы подчеркнуть свое величие. В парке находится скульптура его супруги, королевы Елизаветы. Ей нравилось вышивать, поэтому изображена королева, сидя в кресле за своим любимым занятием. Приятно пройтись по аллеям парка, чтобы почувствовать здешнюю атмосферу. Как и принято в королевских садах, здесь высажены кусты роз, которые любила сама королева. Век румынских монархов был недолог, они правили всего 81 год. С замком Пелиш ее летописи связано многое. Здесь умер основатель династии, здесь же родился Карл II, отец последнего румынского монарха Михаила I. Этот замок Пелишор был построен для второй королевской семьи короля Фердинанда и его жены Марии. Этот небольшой замок был сооружен недалеко от Пелиша в начале 20-го столетия. Здесь любила проводить время с детьми другая королевская семья. Вокруг замков, как водится, начали расти виллы приближенных монарха, гостиницы и санатория для состоятельных господ, любителей горного воздуха. Теперь курорт Синаи в Румынии зовут Жемчужиной Карпат, а его замки называют Жемчужиной самой Синаи. В начале 21-го столетия румынское правительство решило вернуть замок Пелиш бывшему королю Михаилу I. Однако король решил, что замок должен стать национальным достоянием страны. Королевскому дому за это было передано 30 миллионов евро. Сегодня замок Пелиш принимает ежегодно полмиллиона посетителей. Смотрите программу «Туризм» и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий! Благодарим московского туроператора «Живые ключи» за помощь в организации поездки в Румынию и лично директора Павла Бородина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова